Привет друзья, на связи Смарт Плюс. Я хочу присмотреться более пристально к данному аппарату. Ведь когда я его получил, он меня крайне разочаровал. Я решил дать ему еще один шанс и специально дождался обновления и обновил. И теперь надеюсь на улучшение. Рекомендую после этого видоса посмотреть распаковку и первые впечатления, дабы составить полную картину. Ссылка будет в описании. Теперь первое, что меня интересует, это его автономность. Ведь именно этим козыряют все маркетологи и рекламщики. Заявлено 6000 мА. Плюс AMOLED дисплей и проц на 10 нанометров. Многообещающе, не так ли? Да и смартнее сказать, что толстяк и вес у него в рамках нормального. Надеюсь, там действительно банка на 6000. Я включил видео с YouTube через Wi-Fi на яркости 75% на 30 минут. И получил разряд 4%. Дальше я включил игры и также играл 30 минут в разные игрушки. Заряд просел на 7%. Что ж, неплохо. Но скажу, что я ожидал большего. Ведь такой же результат дают некоторые смартфоны с батарейками 5000 или даже 4000 мА. Так что не могу назвать расход батареи под нагрузкой его сильной стороной. Да, если пользоваться смартом как звонилкой, да еще и черную тему накатить, то его будет хватать на 2 дня железно и может даже больше. 3 или даже 4. Но если играть, смотреть видосы, то на 2 дня уже не хватит. А тогда автономность вполне хорошая. Я полдня его тестил, смотрел видосы, сидел в браузере, чуть играл, то использовался как обычный человек. И вот результат всего минус 25%. Так что автономность действительно хорошая, но не выдающаяся, если учитывать разряд под нагрузкой. Перед этим же я разрядил его в ноль и решил посмотреть скорость зарядки. Ведь заявлена быстрая зарядка штатным блочком питания. Через 30 минут он набрал 23%, через час 44%, через 2 часа 87% и полностью зарядился за 2 часа 24 минуты. Это слишком уж долго для быстрой зарядки. Быстрая, скажем так, но не очень. Фух, надо срочно бежать на улицу, пока не стемнело, чтобы еще успеть пофоткать на него для вас. Но раз уж я протестировал разряд в играх, то вот как дела обстоят в самих играх. Танки я уже нормально погонял в распаковке. На максимальных настройках есть просадки, так что средние или низкие. Если взять PUBG, то тут доступны высокие настройки, как видите. Но вот в таком режиме хоть и можно играть, только вот нежелательно в онлайн-шутерах. Ведь просадки тоже местами бывают, а это непростительно во время схваток. Shadowgun Legends реально тяжелая и капризная игруха. Сразу показывает, что просадки есть. Даже на Redmi Note 8 Pro они здесь были, но меньше. Видеоускорители от Mali, видимо, меньше оптимизированы под нее, чем те же Adreno. Хоть 8 Pro тоже Mali, но чуть свежее. И последняя нашумевшая новинка Call of Duty Mobile. Тут же ни единой просадочки и фреза я не заметил. Эта игра точно хорошо оптимизирована. И как вывод, в игры играть получится, но на некоторых нужно ставить средние или даже низкие, чтобы совсем хорошо было. А вот затупы местами в оболочке после обновы полностью никуда не делись. Хотя отмечу позитивные сдвиги. Если открыть Play Market, к примеру, и скроллить, то затупы есть. Когда я до обновы открывал камеру и опускал шторку, то она дергалась. Сейчас вроде все гораздо плавнее. Я думаю, что и сам проц может быть причиной. Но как показывает практика, затупов со временем становится больше. По мере наполнения телефона разным софтом и контентом. А сейчас же все нормально работает. На рабочем столе довольно шустро. Но местами микролаги таки могут встречаться. Потом в распаковке я говорил, что не могу найти, где включить 48 мегапикселей. Ну и запрятали. Я таки нашел. Данная опция почему-то запрятана в соотношении сторон снимка. Почему же ее прячут? Ведь те же Xiaomi в последних моделях прям таки козыряют. А тут запрятали, чтобы обычный неведающий юзер поискал, скажем так. Я подумал, что это может быть маркетингом и всего лишь интерполяцией. И что вы думаете? Первое, что я заметил, смартфон довольно таки долго сохраняет снимок в 48 мегапикселей. Это вам не Snapdragon. Но на практике действительно отличия есть. Давайте посмотрим на фото. Вот в идеальном освещении, с солнышком. Кропнем, обычный режим и 48 мегапикселей. Так вот, разницу вы видите наглядно. И очевидно, нам уже понятно, что это не маркетинг, а реальные 48 мегапикселей. Давайте убедимся и посмотрим следующее фото. Кропнем, столб фонаря и пожалуйста. Смотрите, здесь у женщины можно рассмотреть пуговки, а там где 12 мегапикселей, уже не так все различимо. Кто не представляет, для чего могут на практике понадобиться 48 мегапикселей, я не буду отвечать, а лишь покажу это фото, и вы сами все поймете. Думаю, комментарии излишние. Потом я сделал снимки в сумерках. И тут видно, что 12 мегапикселей дают даже больше деталей. На 48 одна мазня. Да и фото на 12 светлее. И делаем выводы, что вечером лучше фоткать в обычном режиме. Попробовал также ночной режим, и он мне не понравился. Это не фото, а картина маслом. В целом, при хорошем свете все неплохо, а вот в плохом освещении наш герой не дотягивает до своих конкурентов в его ценовом диапазоне. Может потому, что апертура обычно сейчас у всех ниже 2, а тут 2.0. И вот для наглядности сравнение с моим Mi Note 3 двухгодичной давности. Думаю, вы понимаете, кто круче. Широкий угол в реальности многим может пригодиться. Захватывает больше деталей, это да. Но учтите, что качество будет хуже. О фронталке скажу коротко. Нормальное, 16 мегапикселей, только конкуренты способны дать качество лучше. Итак, ребята, тест съемки видео на смартфон Galaxy M30s. 4К 30 кадров. В этом режиме стабилизации нет, только Full HD. И в распаковке была такая проблема с автофокусом. Он и рыскал, во-первых. Во-вторых, он еще и плохо фокусировался. Вот я смотрю, что рыскание никуда не исчезло. Смотрите, он прыгает. Я помню, была такая проблема в Redmi Note 3 Pro еще. В смартфоне трехлетней давности. Так, ну хорошо. А что там у нас с автофокусом? Давайте посмотрим. Может исправили. Фокус. Неспешно, но вроде как сейчас более-менее фокусируется. Давайте на землю будем пробовать. Есть. Есть такое дело. Так, друзья, ну по-моему обновление все-таки повлияло на автофокус, потому что он, по крайней мере, не залипает. Да, не залипает уже, хоть вот рыскание никуда не делось. Ну и проверим Full HD, 30 кадров. Тут уже есть стабилизация. Конечно, четкость картинки будет похуже. Это очевидно. Тут за счет кропа. Ну и плюс сам электронный стаб имеет свойство немного смазывать картинку. Это и так понятно. Давайте посмотрим тоже автофокус. Это у нас такая щепетильная тема и... Он залипал на прошлой прошивке. Тут, я смотрю, уже поправили все-таки, да. Действительно, автофокус стал лучше. С чем я вас и поздравляю. Так что, в целом, камера здесь далеко не лучше, даже в среднем сегменте. Еще один момент, это связь. Я слышал, что бывает, самсы в бюджетниках чудят с ней. Многие жаловались на Galaxy A50 в этом плане. Я, конечно же, проверил, и вроде все нормально. Хоть я взял смартфон Redmi 5 Plus, которому, кстати, уже тоже два года. И у него сеть стабильно на полную в этом месте. А у Samsung, как видите, нет. Оператор один и тот же. Но во время звонка и Samsung подтягивает, усиливая сигнал, судя по всему. Но я не пользовался им в разных локациях и не могу сказать 100% как за городом. Владельцы, отзовитесь. Но вроде бы все окей. Теперь пару слов о экране, материале и сборке. Экран 6,4 дюйма, Super AMOLED Full HD+. Цвета нормальные, яркость тоже. Под углами немного уходит в зеленоватые оттенки, что часто можно наблюдать в AMOLED. Инверсию цветов, о которой слышал, не подтверждаю. Углы мне понравились. Always On Display тоже, кстати, есть. И шим тоже никуда не делся. Как недостаток AMOLED дисплеев. И в то же время, когда все больше производителей встраивают функцию DC Dimming, которая призвана минимизировать пульсации экрана, Samsung, как законодатель моды AMOLED в смартфонах, почему-то не спешит с этим. И это странно. Сканер отпечатка пальцев в экране нет. Он сзади, как вы заметили, и работает нормально. Хоть скорость далеко не самая высокая. Но пользоваться вполне можно. Кстати, тактильно не очень нащупывается. Утоплен мало. Нужно привыкать. То, что корпус полностью пластиковый, хрен с ним. Если бы он хотя бы был матовым. А тут глянец. И лично мой хороший знакомый, обладатель черного такого же смарта, в первый же день, на нем поставил микроцарапину. Хоть он еще и в карман не успел его положить. Так что лучше брать белый. На нем хотя бы будет менее заметно. Чехол может чуть продлить его молодость. Но со временем под него может попадать всякая пыль, другая утварь. И творить там нехорошие дела. И кстати, раз я уже взял Redmi 5 Plus, двухгодичный, то вот состояние его спинки. Есть помарки, но в целом же нормально. Глазок камеры разве что зацарапан. Тогда было клево. Сейчас сплошное стекло и пластик. Можете представить, что было бы с глянцевым пластиком за два года? И да, многие сетуют на индийскую, не идеальную сборку Самсунга. И тут, наверное, есть доля правды. Ребята, главный вывод, что я могу сделать. Перед нами классический бюджетник с не очень бюджетным ценником. Если бы данный смартфон стоил 150 баксов, ну ладно, 200 с натяжкой, как в Индии, то это все куда еще не шло. И претензий за эту цену точно бы не было. Но если в Украине он стоит сейчас 300 долларов, в России тоже где-то так должен быть, местами может дешевле есть, то это, извините, не вариант. Ведь конкуренты предлагают гораздо выше уровень. Те же корпуса можно найти в стекле, которые не будут так царапаться. Процессоры снапы будут лучше в играх и будет меньше фрезов в оболочке. Камеры тоже можно найти лучше. Я специально не называю модели этих смартфонов, чтобы никто не думал о антирекламе и наоборот. Поскольку моя задача быть объективным и говорить правду, на которую многие обижаются. А это мой независимый взгляд. Плюс же ему в карму за автономность и модуль NFC. О минусах я уже вам все рассказал. И давайте напоследок смоделируем ситуацию. Мы видим, что обновления способны улучшать работу данного смартфона. Если его очень хорошо допилят, плюс ценник упадет до 200 долларов, тогда это будет нормальный смартфон. Не отличный, но вполне нормальный. Так что свет в конце тоннеля все-таки есть. А пока, как плакали мои 300 баксов, так и плачут. И да, если вы из будущего и уже смартфон стоит 200 баксов, то обязательно напишите об этом в комментах. А вы, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе. Ведь тут мы называем вещи своими именами. С вами был Смарт Плюс. Всем пока, друзья.